А вот это уже плесень пошла черная. Вот она. Ох. Обратная тяга, да. Это застройщик так сдал? В экспертизе так написано. Потому что все начинает течь. Была гарантия, и они вытащили утеплитель. Стяжка шикарная. Друзья, ну это, конечно, просто жесть Мэти. Там был просто беспредел. Мы все это, друзья, построили сами. Почему об этом сразу никто не подумал? Конечно, качество. Это обычный подъезд. Немного мне непонятно вот это решение. Блин, черный саморез один. Видно здесь, видно здесь. Ветер поднимает песок. Это все летит вам в окна. Мне радовать. Странно как-то, конечно. Здесь с панелями, к сожалению, аналогично. Вам обещают. Здесь у меня уже палец влазит. Не смогли. Смотришь вот здесь на стык панели. Здесь вообще примыкания нет. Улица видна. Голден Сити. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами снова на Намыве, где компания-застройщик Глорекс возвела свои и возводит жилые комплексы Голден Сити. Меня сюда пригласили жители, чтобы показать уже, к сожалению, их проблемы. Давайте внимательно посмотрим и послушаем, на что сетуют жильцы. Ну, а потом, естественно, прогуляемся и посмотрим приближенно этот комплекс. А вы обязательно подпишитесь на канал и поддержите меня и жителей. Поставьте лайк. Погнали. А входная группа у нас здесь, соответственно, есть большой тамбур. Причем большое расстояние. Это очень здорово, что когда будешь проходить с коляской, с ребенком. Здесь у нас доводчик уже такой накренился. Но это ладно. Красивые, неплохие почтовые ящики. Шикарная батарея. Здесь, знаете, не хватает бомжа, который здесь уляжется. Ну, в таком проекте, я считаю, могли что-то сделать по-другому. Вот это хотя бы могли заделать вот этот шкаф в цвет стены, по мне. Ну и, соответственно, поставить в систему кристаллу тоже хотя бы какой-то шкаф или втопить стену. Ну, как только поднимаем голову вверх, наверху мы видим большое количество различных коммуникаций. И, конечно, внешний вид лично для меня этой входной группы теряется. На первый этаж у нас вход вот по такому большому широкому маршу. На первый этаж, кстати, поднимается лифт или нет? Поднимается. Поднимается. Ну, хоть в этом плюс. А для меня из плюсов, что здесь большие тамбуры, большое количество истекления. И ты, соответственно, сразу видишь, что в твоем дворе. Вот не могли, конечно, ровненько поставить, но ладно. Бизнес-хласс же. Дверь. Здесь вообще примыкания нет, улица видна. А, ну и здесь практически так же. Класс. Допуск работает. Четвертая парадная. Здесь у нас указатель этажности и где какая находится квартира. Красиво смотрятся панели. Тут даже вроде ничего. Их так установили, смонтировали. Ну, вот пленочку, конечно, нужно сразу демонтировать, потому что потом ее снять достаточно проблематично. Забота, управляющая компания, лестница номер 4. Ну, вот так, знаете, вроде смотришь, что ничего, а начинаешь присматриваться. Смотришь вот здесь на стык панели и потом сверху. Вот почему это вот все вот так криво? Почему они не могут сделать ровно? И вот так это по всему фасаду, друзья. По всему фасаду. Всегда внимательно все это смотрите. Вот здесь тоже, да? Вот здесь получается миллиметра 3, наверное, зазорчик. И здесь чуть меньше. Тут опять чуть больше. Ну, хоть держится пока. А тут тоже, да, вот. Не смогли. Не смогли. Я вот не понимаю, почему при монтаже фасадов возникает вот такая кривизна. Почему, например, в панораме парк Сосновка Сэтл смог сделать ровно, а здесь застройщик не смог. Вот тоже, да? Какое здесь расстояние между панелями и какое здесь. Почему-то не сделать сразу все ровно, непонятно. Это, соответственно, двор этой многоэтажки. Здесь мы с вами видим детскую площадку, какие-то кусты, елочки, озеленение. И дворик сам достаточно небольшой, но уютный. Слышен какой-то шум, возможно, это от ЗСД. Ну, территория, конечно, тут достаточно, по мне, небольшая. Издалека фасад смотрится красиво. Но вот как только начинаешь смотреть все это вблизи, то сразу же вид совсем, совсем, к сожалению, получается другой. Из моментов, обращаю внимание, вот как я всегда вам рассказываю, вот она, мусоросборочная камера. Там, соответственно, вы туда приходите, по ключикам у вас доступ для того, чтобы выбросить мусор. Потом техперсонал, управляющая компания, вот это все тащит сюда и складирует вот здесь. И, конечно же, вид этого всего, ну, не такой-то и, скажем, приятный, например, по моему мнению, нежели, если бы сбор мусора была бы какая-то отдельная площадка закрытого, соответственно, типа, куда бы все его выбрасывали. Соответственно, вот это здесь собрали, потом это все нужно вытащить, подъедет автомобиль, в него все загрузят, тащат все это обратно. Я считаю, вот так проектировать, ну, это нынешнее время не очень-то и здорово. Обратите внимание, вот здесь видно, что мокрый фасад, то есть идет влага, влага капает откуда-то сверху. Здесь можно посмотреть, какой стык здесь. Здесь у меня уже палец влазит. И вот почему вот это все вот так. Вот здесь обратите внимание, что он тут вообще щель. И вот сверху видно, как льется вода, капает она вниз. Причем с предпоследнего этажа почему-то. Но зато по панелям видно, как очень ровно компания Глорок смогла это все смонтировать. И не забывайте, что вы за это платите большое количество денег. Вам обещают там озеленение, входные группы, бла-бла-бла. А в итоге вы получаете то, что вам приходится судиться застройщиком, потому что он ничего, к сожалению, не хочет исправлять. Ну давайте выйдем с вами с этой супер новостройки и прогуляемся. Вообще посмотрим, что и как здесь. Большая арка. Я представляю, какие здесь ветра на мыве. Вот она. Элтис. Обратите внимание, что вот здесь при монтаже они ее перевернули вверх ногами. Элтис должно было быть вот здесь. Странно, странно, очень странно. Но видно застройщику. Виднее. Ну здесь с панелями, к сожалению, аналогично. Смотрите, какое здесь просто огромнейшее расстояние здесь и какое минимальное здесь. Здесь опять вот кривопанели смонтированы. Ну а здесь что-то пошло не так. Ее, видите, отгрызли. Вот они, алюминиевые направляющие для панели. Ну, странно как-то, конечно. Еще один дворик. Здесь, кстати, есть уже какие-то кафешечки. Шаверма. Ну, парка, конечно, нет. Лет через, наверное, 15. Только здесь все елки подрастут. Но зато виден прекрасно намыв. Я представляю, когда здесь тепло. Песок поднимает. Ветер поднимает песок. Это все летит вам в окна. И это настоящая красота. Вдыхаем ароматы намывного бизнес-класса. Ничего не имею против намыва. Если он законен, конечно. Конечно, но когда видишь, что на вновь возведенных территориях вот такое качество, ну, конечно, это лично мне не очень приятно. Почему? Да потому что мы с вами платим огромное количество денег за квартиры. В черновой отделке здесь нет стяжек. Здесь даже стен нет. Есть единственная стена. Это периметр вашей квартиры. И это ванная комната. Все остальное вы строите сами. Когда я приобретаю недвижимость, я после сдачи хочу сразу жить. Хочу видеть сразу вот эти деревья красивые, которые были на рендерах застройщика, в его рекламах, которые он, соответственно, продавал. И в связи с чем я на это повелся и приобрел эту квартиру. Я не хочу ждать детский сад через сто лет. Он мне уже не нужен. И также эта школа не нужна. Потому что это нужно прямо сейчас. Должна быть, я считаю, доступная и комфортная среда для жизни жителей. А не так, что ты не можешь выехать и заехать в свой район. Тебе приходится писать претензии и подавать иски в суд на застройщика. Напротив, через дорогу, мы с вами видим стройку. Утеплитель здесь достаточно хорошо. По крайней мере, в том месте, где он сейчас прикреплен, закреплен. Нигде не видно, что какие-то щели, что-то где-то отваливается. То есть так достаточно четко. Из плюсов мне нравится, что огромнейшие окна. Это большое, соответственно, количество света. Вот можно пройтись по фасаду и посмотреть. Виден бетон, видны направляющие, видны окна. Такого под золотистый цвет. Вот. И везде, везде, здесь в проемах бетон. Что не может меня лично не радовать. Значит, мы с вами вот в этом здании втором. Не знаю, какой это корпус. И вот здесь видна влага. Видна здесь, видна здесь, видна здесь и видна здесь. И вот сразу вопрос, вот откуда вот это? Почему вот здесь влага? Здесь же сверху вот такой просто козырек. То есть здесь вход. Это коммерция, так понимаю. Да, коммерция. То есть он утоплен. Откуда она? Откуда? Вот узнает, напишите. Тоже, да? Вот. Блин, черный саморез один. То есть не подрассчитали. Здесь такое ощущение, что должна была быть другая система допуска. Но сделали самую недорогую из того, что могли, похоже, сюда посадить. А, это Golden City, парадная 2, квартира 66, 95. Вот учтите коммерческие помещения. Кстати, уборка здесь достаточно неплохая. Я бы сказал, управляющая компания молодец. По крайней мере, вот дорожки все убраны. Тут есть елочки, залежи с песком уже с вами видели. Здесь елочка тут умерла. Виден лахта-центр. Стройка. Видно, что большое количество здесь машин. С парковкой здесь проблема. При этом странно, что это же новые проекты. Почему сразу не сделать так, чтобы парковка была для всех, а не для тех, кто именно купит подземный паркинг за огромное количество денег. Ведь приятно, когда ты приехал и всегда можешь припарковаться. А здесь почему-то получается, что ты не всегда это сможешь делать. Обратите внимание, все заставлено, друзья, автомобилями. Немного мне непонятно вот это решение от застройщика. Здесь, наверное, дай бог метр. Кто-то идет с коляской, тебе нужно прыгать на газон или в сугроб. Также обходить людей, которые идут тебе навстречу. Почему нельзя было сделать шире, честно, непонятно. Так как вот здесь все заставлено на машину, вот это похоже уже на какую-то проезжую часть, но точно не на тротуар. Прикольно, застройщик это называет парадными, но мне это парадно не назвать. Это обычный подъезд. Обычный, друзья, подъезд. Вот такие же. Система допуска, но хорошо смонтированная, мы видим в обычных домах экономы комфорт-класса. Значит, въезд в паркинг, выезд из паркинга. Представьте, что мы с вами в автомобиле, мы с вами выезжаем, ворот открываются, и мы едем. И вот здесь ходят люди. То есть надо хотя бы было здесь повесить какое-то предупреждение. Потому что когда человек идет, то можно его, честно, не заметить. И мне еще, знаете, какой вопрос возникает. Здесь мы с вами видим только три ступеньки. А как же родители с коляской, как они должны, то есть вот там они по пандусу поднялись, а здесь что им делать? Это все переносить? Вот по мне это достаточно странное решение от застройщика. Конечно, качество монтажа оставляет желать лучшего. А так как от застройщика нет ограничителей для коммерции, то при... Когда заехала красная и белая, там купили, везли в аренду помещение, они просто не нашли ничего проще, как просверлить брусчаточку и вбить туда обычную трубу для воды. Красавцы! Очаровательный вид на намывные территории. Прямо на наших с вами глазах мы видим, что больший груз выгрузил песок. Но сейчас зима, сейчас это еще так не летает, но вот как станет лето, это все пойдет, друзья, в ваши окна. А если мы с вами обратим внимание на фасад, вот лично мне он напомнил фасад старых советских организаций. Смотрю на насыпные территории, друзья, и, конечно, это такой масштаб просто огромный. Весь, всю часть определенного залива, его просто все засыпали. Я полагаю, что для экологии города это достаточно весомый удар. Как считаете вы? Смотрите, обратите внимание на примыкание. Идешь, 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 такой раз, а тут дырка такая, и здесь дырка, и тут дырка. Нормально. Все равно мы его уже сдали. Здесь сделано достаточно вот так красиво из шлифованных булыжников. Смотрится реально прикольно. Есть кустики, арт-объект. Ну да, здание, конечно, по фасаду напоминает какое-то научно-производственное советское предприятие. Раньше только вместо золотой, кстати, золотой алюминия тоже применяли. То есть вот эти панели, как советские, вот такие золотистые, просто алюминиевые, которые раньше в определенное время часто использовали. И в окна. Значит, здесь мы видим стройку, видим, что окна частично закрыты пленкой, видим, что смонтированы панели частично, где-то что-то окрашено. Видим как раз сейчас, что вот наверху идет монтаж. Вот строители в люльке зеленой спецодежде, в оранжевой спецодежде, и производят монтаж фасада. Здесь он под кирпич. Вот тоже, да, вот здесь мы видим козырек, с которого вот постоянно капает влага. И вот это видно вот здесь внизу. То есть люди здесь ходят, и это все капает всем нагло. Почему было не сделать уклонку? Почему нельзя было сделать, чтобы это внутри здания сразу в канализацию попадало? Мне, честно говоря, непонятно. Почему об этом сразу никто не подумал? Почему я должен идти, и мне нагло должно что-то постоянно сыпаться? Плюс, кстати, не забывайте, что вся влага, которая попадает сюда, она потом замерзает. И что с ней происходит? Да, налет. Потом будешь ходить, ломать ноги. Да, машин, конечно, очень много здесь стоит, очень много. По бетону скажу, что цвет бетона однородный, светлый, такой, как он должен быть. Вот как панели смотрятся. Панели, кстати, прикольно смотрятся. А здесь мы видим, что местами виден утеплитель. Все стоит плотненько, нигде не видно каких-то щелей. Хорошо все закреплено на грибки. Вот эти новые дома будут не такие, как то, что сдал уже застройщик. Для меня здесь большое количество каких-то странных решений. Вот здесь мы с вами видим лестничный марш. Здесь зеленая зона. И вот такой пандус идет под наклон вниз, только вот там. То есть мне, чтобы пройти вот сюда, пройти через эти ворота, нужно вот туда идти с коляской, с вещами для того, с ребенком для того, чтобы, соответственно, сюда заехать и пройтись. К примеру, нужно сюда. Почему не продумано для маломобильных групп населения, честно говоря, мне непонятно. Ну или, к примеру, сами панели. Вот почему было не взять и сделать ровное расстояние между панелями. Вы же строите новый дом. Это же не капремонт, где, возможно, там до вас как-то криво построили. То есть вы все это, друзья, построили сами. И мне непонятно, почему вы при возведении нового жилого комплекса не смогли ровно все это смонтировать. Почему такие проблемы? Почему берете такое большое количество денег, а при этом, когда начинаешь на это все смотреть, понимаешь, что все не так-то и прекрасно, как на ваших рендерах. Обратите внимание, друзья, на сосну, которая немножечко наклонилась в центре кадра. И вот по мне, знаете, очень странно. Почему же не выровнять ее? Ну, наверное, и так пойдет. Здравствуйте. Это Голден Сити. Мы здесь живем. Паркинг – это моя любимая. Знаете, заходишь, вот обычно входная группа, она смотрится круто у большинства. Второй этаж и выше уже не очень круто. А когда ты попадаешь в минус первый этаж, то ты просто уже ссоешься так. Нет, сейчас там порядок навели. Порядок навели. Сейчас там более-менее. Двери открываются. Слушайте, а здесь прилично. Да, очень прилично. Видите, стены чуть-чуть подлатали. Подлатали здесь. Подлатали, подлатали. Да. Слушайте, ну, дверь, конечно, кривая. Так, вот давайте здесь посмотрим. Красота какая-то. Здесь не очень подлатали. Здесь не очень подлатали. Да. Здесь, похоже, все в влаге стоит. И причем уже давно. Ну, как-то так, да. Дальше пойдем? Конечно. Пойдемте. Система допуска, одна из недорогих, смотрится по мне просто убого в таком комплексе. Это паркинг. Слушайте, ну, здесь сразу видно, вот здесь запах сырости. Снимайте. Я снимаю, снимаю, да. Везде тут, везде сырость. Здесь тоже видно, что все в сырости. То есть здесь подтапливает. Снимайте вот все, снимайте. Слушайте, здесь тоже все в воде. То есть здесь все в воде, так сказать? Здесь все в воде. Это сейчас еще чуть-чуть убрали. Сейчас чуть-чуть что-то здесь сделали. Снимайте стены. Мы просто говорят, вот снимите еще вот здесь вот. Вот видите, вот здесь вот они дыры делают Там, где не сыро А там, где сыро, они дыры не делают Но это, да, специально туда состав закачивают Для того, чтобы обеспечить какую-то хоть гидроизоляцию Нет, это они проверяли у нас Льется или не льется То есть они не проверяли нигде, где высолы есть Они делают там, где сухо Нет, ну вот это влага Здесь не только влага Тут нечего говорить Тут мокрое все Тут мокрое все Всему паркингу, пойдемте дальше Вот видите, здесь машины не стоят Вот вообще нет машин Да, здесь прямо вот со стены Вот видно, стенка мокрая Прямо оттуда сочится через микротрещины в бетоне Там въезд у нас Вот видите, мы доборолись, до чего поставили роль ставни Там был просто беспредел Кто мусор выкидывал там Ну в основном там управляющая компания Вот углы снимайте Слушайте, ну да, капец, конечно Это получается грунтовые воды через качественную гидроизоляцию проходят в подземный паркинг Ну здесь везде так углы у нас Так я смотрю, у вас по периметру, да, везде Да, везде такое Не только у нас так по периметру, у нас так везде Четвертое, да? Да, это четвертое Понятно, что получается минус первый этаж Мы же получается, вот сейчас уровень, это раньше был Финский залив Да И теперь Финский залив, получается, через грунты проходит в Голден Сити Просто нужно сделать, нужно сделать все хорошо И застройщик должен об этом позамутиться Да, если бы гидроизоляцию сделали бы качественно Конечно, да То такого бы не было, да Вид, конечно, такой Здесь вот чуть-чуть подлатали, вот подчинили у нас Да, вот видно, да, да, подмазано Видите, все подмазали у нас Там все было так же некрасиво Все вот хорошо, вот так вот сделали Надеюсь, что больше влага не пойдет Потому что если она пойдет, все, что не подлатали, так говорится Ну еще, наверное, сколько, наверное, месяца два стоит Месяца два стоит, ну это еще не срок Так, влага получается вот здесь Внутри, да, 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 везде Это от застройщика? Это все от застройщика То есть эти панели уже просто Это все от застройщика Видите, мы пытались заделывать, уже все отходит со временем Ну оно, да, потому что получается влага Влага внутри Внутри влага Вот там, да? Сейчас мы дальше пойдем посмотрим А вот тут даже непонятно, что тут Здесь вообще направляющие подгибших картон Здесь железка, направляющие железка И вата И все В один слой, больше там ничего нет Друзья, ну это, конечно, просто жесть, смотрите Это вот влага, похоже, так пропиталась Потом высыхает Ее просто вот так выгибает Потому что топление идет Да, потому что отопление Вот оно направляющее Куча мастика они тут замазали Причем не понятно, зачем вообще они здесь мазали Возможно, из-за этого и влага не доходит Гидроизолировать это я уже мазала Я хотела делать ремонт Гидроизолировать Но у меня ничего не получилось Оно со временем все намокает Здесь аналогично Давайте дальше по периметру Идем Вот это вот наши лоджии Стяжка шикарная Ничего не скажу Причем, о, господи Так это Настя Ее надо демонтировать Вот влага Нет, это не за этого Это качество такое Хорошо То есть там песок Вот видите, в углу все Здесь просто жесть Смотрите, что ли Да, здесь просто жесть Вы по гарантии обращались к застройщику? Я сужу с ними Кошмар Ну понятно Судитесь, потому что ничего не хотят исправлять Вот три года уже стоит Это вот Это вот так было без утеплителя? Нет, это была гарантия И они вытащили утеплитель А, и ушли и пропали И ушли и пропали Все Красавчики Вот здесь вот угол снимите Вот бизнес-класс А я сейчас это все покажу Давайте, давайте Все снимайте Все, что влажно Вот это вот Ну это вы там потом Мы с вами посоветуемся То есть получается вот у нас Металлическая конструкция Да И нет гидроизоляции совершенно То есть вся влага, которая по железу идет Она вся здесь у нас Получается, да Это признала экспертиза Экспертиза сказала Ну понятно Из-за перепада температуры Ну конечно Происходит влага На металле Из-за разницы температур Через утеплитель это все Господи, какой он пыльный Протекает Тут немножко Ох, как тут дует Это трындец Да конечно же А что же Смотрите, это бизнес-класс Слушайте, ну просто нет слов Вот как так можно косячить Идея у застройщика УТК Почему герметиком не смогли замазать Почему это вот все Новый дом и все так замято Внизу тоже вот направляющие Видимо торчим Куча мусора И нету там, да И нету Недоделанно до конца Здесь он тоже три Ох ты, как отсюда дует Это трындец Это я так полагаю Уже они подмазывали И пытались что-то исправить Да, вот здесь Нет, это так издали А, это так издали Это так издали, да Вот видите, все Намокает все Во всех углах все мокрое Слушайте, да Вот это мокрое Вот это мокрое, друзья Да Ну и здесь тоже Обратите внимание Вот просто это все отвалится Вот такое качество Какая-то интересная плита Гипсоволокнистая плита Я так полагаю Обычно, когда я производю Такие конструкции Зашивают влагостойким Гипсокартоном Тут полагаю Что, возможно, из-за фасада Попадает как-то влага И влага попадает И вот видно Вот влага была Из-за направляющих Получается, что на улице холодно На лоджии тепло И происходит конденсат Нет, вы неправильно говорите Неправильно? На лоджии тоже холодно Она, лоджия, не теплая Остекление не теплое Но конденсат У нас нет дом Нет по контуру гидроизоляции Это в экспертизе, да? В экспертизе так написано Сейчас они пытаются Я выиграла суд Василиостровский районный Я выиграла Сейчас пошла на городской суд И они делают все так Чтобы завалить мой То, что я судилась А, ну понятно Они написали какую-то там рецензию Что говорят, что так и должно быть Мне нужна это Покажите все, как есть на самом деле Сейчас выборы и все остальное Ну вот это просто трындец Это вот Здесь однокомнатная квартира И стоит где-то порядка 12 миллионов От застройщика На вторичке Порядка 8-9 миллионов рублей Да И понятно Слушайте, я сегодня понял Почему я утром смотрел И вела огромное количество объявлений Я так удивился Думаю Ничего себе, сколько инвесторов Причем люди продают с ремонтами квартиры Правильно Потому что все начинает течь Это застройщик так сдал? Да Друзья, как вам, смотрите Это просто что-то У меня такое ощущение, что здесь просто, знаете, кувалды Кто-то стенку растолбил Ну а как они бы заделаны? Здесь какие-то дырения, слушайте Ну конечно, да Качество, смотрите Ну это уже они, экспертизу мы делали Это там снимали Сейчас мы вам покажем дальше все Это санузел Да, это санузел с окошком Вот видите Это мы открывали все на экспертизу Все это снимали Сейчас я вам покажу, где мы снимали Но они ушли, все это оставили Это же холод будет И я наняла Они мне хоть как-то чуть-чуть поставили Мы вату туда, верхний слой закрыли И вот тоже, да, друзья Инженерные конструкции Вот это обычная вентиляция Вот такую вентиляцию еще ставили в советских домах Извините, у нас 24-й год Проект какого-то там 20-го или 21-го года Блин, но почему до сих пор в проектах Ставят вот такую вентиляцию Почему не делать современную вентиляцию Принудительную, механическую Которая работает постоянно Да, причем происходит задув И кто больше всех скандалил, люди Тем принудительную наверху поставили У нас здесь запах все время идет Задув в вентиляцию Все время обратная тяга Обычная коммуникация, которые идут в квартире Горячая-холодная вода Счетчики, ну смотрите Ох Бизнес-класс В экономии бывает крепче держится Внизу оставили арматуру Ну вот она точно при ремонте поможет Вот обычная канализационная труба Здесь могли бы поставить хотя бы Вот есть труба белого цвета Которая по шумоизоляции превосходит Эту там на порядок Соответственно, могли бы поставить ее Так как бизнес-класс Ну видно, надо сэкономить Хотя бы пожарную муфту Обратите внимание Нормально прикрепили А не как это часто бывает Тоже да, вот интересное решение Непонятно, чем это зачеканить Чтобы не было в дальнейшем трещин Окна Вот такие огромные пластины смонтировали Но при этом вот руку сюда ставишь Вот здесь чувствуется, что просто дует Холодным воздухом Вот здесь холодным воздухом Мы с вами поднимаемся по лестнице Видим первое Это металлическая конструкция Видим уплотнитель Причем утеплитель, извиняюсь Как-то они его Когда засовывали, поломали Это обычно делается намного аккуратнее Значит Ага Вот получается мы видим О, не саморезы забыл Как они называются В общем прошито все насквозь Так, а я согласен Что я не удивлюсь Что через них как раз проходит влага То есть они там что-то крепят С той стороны возможно фасад Или направляющий Не-не Вату обычно другой крепеж То есть не этот Вата, разбирали, смотрели А, вату крепят Да, прямо вот так вот С двух сторон вата Вся влага здесь Прикольно Ну понятно Поэтому, соответственно Такое качество Ну вот здесь тоже Обратите внимание Вот он, видите Тоже Все Отходит Конечно Очень печально Такое видите Ну там холод чувствуется Внутри Ну вы подальше Да не бойтесь Сейчас по-моему У меня вода есть Там глубже О, господи Слушайте, друзья Блин, это вот Я вот открою Вата мокрая Это реально Ну так это просто Какие-то остатки сюда засунули Реально Ваты Вот это вода Смотрите, друзья Смотрите Голден сити Блин, ну это Триндец Конечно Вот Понимаете Хотя, кстати Направляющие Не должны Да Вата набухает Которая вата Она должна быть плотной Видны Прямо разрывы Видны Да И это все так сделано Все такие Эти самые Как это Люди, конечно Это заделывают Вытаскивают Но как-то Как-то же Она туда Вода попадает Ну естественно А ты И экспертиза сказала Что попадает Вода Нет гидроизоляции Дома И так сделан Весь дом Класс Просто класс Смотрите Здесь то же самое Можете тоже щупать Я теперь обнаружила Вот У меня Так всегда Слушайте Она уже здесь Все Вот она Влага Я просто ее чувствую Вот сейчас вы откройте Это будет сохнуть Понимаете Стенка мокрая Вот эта стенка мокрая Вот вся рука в воде Правильно Так я тоже любую Эту сторону Вот так вот Открой Да уж И не будет так Ну вот здесь Поэтому и видно Что вот оно Все отходит И отходит оно Не спроста Потому что Влага везде Влага получается Вата напитывает Вата приходит В негодность Она уже не утеплитель Вот когда вот такие Конструкции Видишь Почему это нельзя Было сделать Нормальную стенку Хотя бы Из газоблока Для чего Это вообще Было Дебилизм Строить Я честно Не понимаю Это же Не дом Гидроизоляцию Если бы была бы гидроизоляция Это допустимо В строительстве Но гидроизоляции нет А зачем Соответственно Вата сразу На железе висит Пойдемте дальше Это демонтировали Когда экспертизу Доделали Ну вот здесь Качество видно Как это от застройщика Ну понятно Они Ооо Слушайте Просто трынде Все в воде Вот вода Сильно Напиталась Вот в воде Видно Трындец И вот это А вот это уже Плесень пошла Черная Вот она Ну это влажно Наверное От влаги Да И здесь все в влаге Да Просто все в влаге Слушайте Кошмар какой Видите Вот они все Что выломали Вот оно Такого качества Вот видите Вот оно Все вот такое Вот видите Все вот Такого качества Вот они Демонтировали Да Мы демонтировали Чтобы смотреть Вот это вот все Естественно И вот все Вот тут В каком состоянии Посмотрим Ну-ка Что-то там Видно будет Нет А так Издалека Сможешь Даже вроде Красиво Да И красиво Очень хорошо Вообще Прям прекрасно Вообще Здесь жить нам Прекрасно Обратите внимание Вот видите Здесь вот утеплитель Стоит Вот с этой стороны А вот здесь Это железка И там с той стороны Вообще Нет ничего Слушайте Да И здесь Получается Расстояние А вот чувствуется Там по металлу Влага идет Это естественно Да Понимаете Очень специфически Возможное Сход этой воды То у меня Она здесь Собирается Потому что Видите У меня Крыша У меня Она вся Собирается Со всех этажей Это экспертиза Доказала Видите Малярный скотч Малярный скотч Здесь немножечко Они вот помазали Мастикой Вот она Пена Которая уже Он видно Разрушается И соответственно Они должны были Это закрыть Нормально Но это вот Не получилось Да Вот это все Уже отходит Конечно Вы должны Вы же купили Радуйтесь Вообще Что дом сдали Да Они же обычно Так всегда говорят Вот видите Мы этому всему И радуемся Да Красота Вот смотрите Там это Каждый раз Вот оно вот Сыпется А вот видно Да Здесь очень много пыли Да Да Вот тоже Господи Блин Смотрите Друзья Это просто Тут экспертом Не нужно быть И так понимать Что здесь все сделано Через одно место Здесь Здесь пароизоляционная Мастика Ее просто практически Нет Тут не знаю Там 0,01 Там миллиметр И соответственно Здесь один утеплитель Вот как это вообще Как вы Как застройщик Думал о том Вообще ли он думал Как это будет все Зашиваться Чтобы это было Красиво Ну в общем По мне конечно Они это сделали Надшибись Это так наверное Можно назвать А так хочется конечно Ругаться нецензурно Когда вот такое Все видишь качество Вон тут тоже Стяжечки не хватило Тут с порожечком Немножечко Все не так Немножечко Нах друзья напомню застройщик здесь дает полностью черновой отделки здесь даже нет стяжки и это стоит одна комната квартиры здесь порядка 10 12 миллионов рублей вот за такое качество из нюансов для меня это вот эта стенка которая идет к соседям здесь есть несущие колонны газоблок скц камень и очень по мне странно для чего здесь делать было газоблок почему здесь скатся камень почему все было не с камня сделать потому что чем а когда однородный материал у него определенные свойства здесь совсем разные почему-то материал применять но и понятно что одно дело это бетонная стена это одна звукоизоляция другое дело когда звукоизоляции с такого вот камня мой вам совет всегда внимательно рассматривайте проект застройщика сразу не приобретайте пока не получите стопроцентную и полноценную информацию а лучше всегда взять того кто вам откроет глаза и покажут те нюансы на которые вы сразу не обратили внимание друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и и Субтитры подогнал «Симон»!